Приветствую вас, на парня явно не стоит сейчас давить, потому что если он только из отношений, значит ему не так легко справляться со своими проблемами, со своими трудностями, со своими, значит, переживаниями по поводу, например, того, что у него, ну допустим, нет больше девушки, да, и так далее. То есть мне думается, что не стоит на него давить сейчас, вот, а лучше всего будет вам, наоборот, его немножечко отпустить, наоборот, немножечко его как-то вот от себя отдалить, чтобы показать мужчине, что вы за ним не гонитесь, что вы ничего от него конкретного не хотите. Вот, я полагаю, что вы, в общем, в целом не должны от него ничего конкретного хотеть, потому что это именно, как бы, другой человек, а не ваш, значит, обязанный, да, какой-то вот. Поэтому я полагаю, что исходить в первую очередь нужно именно из этого момента, и уже потом, уже потом, дальше что-то делать. Но у вас, у вас, у вас, ситуация в некоторой степени осложняется, на мой взгляд, тем, что вам мужчина нужен, по вашим словам. И вот, подобные конфликтные, конфликтные, противоречивые, такие, я бы даже сказал, ситуации, подобные противоречивые моменты, заставляют меня думать, что, а, с одной стороны, не требуете ли вы чего-то невозможного от мужчины, то есть вот, ну, если вы, например, говорите, что он вам нужен, если он вам, ну, действительно нужен, то вы же, вы же, наверное, понимаете, что, раз он после отношений, то он, в любом случае, пока не готов к новым отношениям, вот. Ну, по идее, по идее, вы это должны понимать, что мужчина, ну, никак не готов сейчас к новым отношениям. И, исходя из этого, вопрос, для чего он вам нужен, как он вам нужен, любовь ли это у вас, или это все же нечто другое, например, потребность какая-то в мужчине, молодом человеке, да, вот. Ибо, если это так, если у вас именно потребность в нем, а не любовь, то свою потребность вам необходимо, стараться удовлетворить самостоятельно. Ну, потому что это, в общем и целом, справедливо, более справедливо, чем то, что вы делаете сейчас. А дальше, дальше. Вы говорите, что мне нужна конкретика. Но, опять же, парень только из отношений. О какой конкретике может идти речь, если, возможно, его чувства бывшие еще бушуют, и ему не так легко и просто справляться со своими эмоциями? Значит, либо вы здесь думаете, к сожалению, только о себе, либо здесь вы думаете только о себе, либо вы, значит, не хотите отношений в действительности. Ну, вот, по настоящему отношений вы не хотите. Вы, в действительности, вы от них, ну, как-то избегаете, может быть, даже боитесь какой-то близости с мышинами. Ну, по разного рода причинам, да. То есть, я полагаю, что тут могут быть и причины того, что вы можете опасаться заближения. Тут могут быть причины такие, что вы можете быть не уверены в себе. Причины такие, что вы боитесь, что мужчина вам сделает что-то плохое. Ну, то есть, может быть, довольно много разных вариантов, может быть, довольно много разных, как бы, обстоятельств, которые, вот, определяют вашу такую игру. Но, если вы говорите, что, вот, сейчас я засчитаю, если вы говорите, что парень только что из отношений, да, а вы уже требуете от него какой-то конкретики, то это показатель. Понимаете? Понимаете? Вот. Это показатель именно для вас отношения к мужчине. Понимаете? Какая история. Это именно для вас показатель того, как вы относитесь к этому человеку. То есть, на мой взгляд, вот, вы здесь говорите только про себя. Про то, что я хочу. Про то, что мне нужно. Понимаете? Вот. А не про то, что, например, хочет ваш мужчина и так далее. Вот. Понимаете? И я думаю, что вот с этим и нужно определиться в первую очередь. Для реализации адекватного своего поведения вам нужно определиться с тем, чего же вы хотите. Например, вам нужно сейчас обеспечить мужчине относительную свободу, да, чтобы его не давить, чтобы на него не оказывать давление, чтобы не вызвать у него отвращение к вам. Чтобы он видел все-таки, что вы относитесь к нему с пониманием, чтобы он видел, что вы, ну, щадите, щадите его чувства. Вот вам нужно вести себя так. То есть, может быть, даже речь про отношения сами по себе вести не стоит. Ну, ну, просто потому что, просто потому что, просто потому что он не закончил еще тех. И вы для него во многом, во многом можете быть заменой какой-то. Вот. Не думайте, не думайте, что он это делает специально. Нет, он это делает не специально, но такая вероятность и есть. Так вот, не нужно давить на мужчину-то сейчас, да, потому что это вредно. 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 Именно вредно для вас. Но. Вопрос в другом. Можете ли вы, можете ли вы обеспечить вот эту вот позицию? Так вот, можете ли вы обеспечить такое поведение? Вот вы говорите, а я не могу, я не знаю, как себя вести с парнем, да, не знаю. А почему не знаете? Ведь он же говорит вам, что его сейчас волнует, да, он же говорит вам о том, что его сейчас беспокоит. он же говорит об этом, он прямо и открыто говорит об этом, что я сейчас ничего не знаю, что мне сейчас как бы сложно, что мне нужно время, время. Ну и все. Значит, мужчина к отношениям, попросту говоря, не готов. Но вы, вы-то не принимаете данной позиции, позиции его, и у того, что вы не принимаете его данной позиции, есть причина. Ваша, собственно, невозможность принять его позицию связана с тем, что для вас будет означать, что для вас означает, ну, например, ненахождение в отношениях. Например, отсутствие вот этого вот состояния в паре, когда вы в паре, да, ну вот, и так далее. На этом я предлагаю вам застрить свое внимание. То есть, по-хорошему, да, по-хорошему, как вот происходит в норме. Вам человек понравился, вы узнали, что он, значит, ну, столько из отношений вышел, да, человек говорит, что ему нужно время, да, вот. Соответственно, вы говорите, хорошо, как бы, время, да, ну, ладно, если тебе нужно время, окей, но, как бы, имей в виду, да, что я тебя, там, вечно, как бы, ждать не буду, да, что, как бы, у меня, ну, у меня тоже своя жизнь, мне тоже, тоже чего-то хочется, да, и так далее. Вот. Ну, и, ну, там, я тебя подожду какое-то время, да, там, сколько, сколько времени, сколько, не надо говорить, ну, просто подожду какое-то время, и всё. Вот. Вот так происходит. Это в норме. Это в норме. Понимаете? А у вас ситуация такая, что вы, как бы, на мужчину-то, в общем, давите. У вас ситуация такая, что вы мужчину пытаетесь, видимо, принудить к тому, чтобы он дал вам то, что вы хотите. И плюс, 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 плюс к этому, вы, видимо, задаёте вопрос, связанный, значит, с поведением, да, вот, ну, вопрос, именно, связанный с тем, как, 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 вот, мне вести себя, и так далее. Вы знаете, выбрать именно, видимо, вот, с этой целью, с целью, чтобы получить то, что нужно вам от мужчины, от мужчины. То есть, выбрать поведение такое, чтобы человек, грубо говоря, дал вам то, что вы нужны. Ну, а, только связь в том, что, да, если он, как бы, ну, как бы, ну, не хочет, если он не хочет вам давать, вот, ну, не хочет давать вам то, чего вы хотите. А если он не может дать вам то, чего вы хотите, хотите, как тогда действовать, как, эээ, как тогда ситуация будет, будет складываться для вас. Понимаете? Вот, поэтому я вам, в общем-то, эээ, предлагаю, да, я вам предлагаю сделать следующее. Я вам предлагаю, вот, именно придерживаться поведения, да, придерживаться поведения, о котором я говорю. И посмотреть, что будет мешать вам этого поведения придерживаться. То есть, ну, какие будут чувства, как будет, будет ли, эээ, какое-то сопротивление у вас, эээ, ну, быть может, быть может, вот. И, соответственно, уже, если, эээ, какое-то сопротивление будет, то уже с этим можно будет, эээ, работать. То есть, можно будет, эээ, определить, эээ, что это за сопротивление, почему вы не можете, ээээ, ну, поддерживать, да. Эээ, почему вы не можете поддерживать адекватное, ээээ, адекватное поведение, ээээ, по отношению к, эээ, к человеку. То есть, именно адекватное, именно, как бы, как бы, как бы здоровое, да. Да. Вот. Вот так вот, я думаю, вам пока можно ответить на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ээээ, если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, вы можете, эээ, задать мне их, эээ, в личку, я буду рад ответить, ээээ, на них, на, ээээ, на ваши вопросы. Вот. Я вам желаю, ээээ, всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.